Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Эрик Лопатин, и сегодня мы с вами будем проходить Гипер Энгри Бордс Эпик Данн. Ой, блин, тут не много подлогал, извиняюсь, а рэн. Конечно же, тут у нас всё пройдено, в том числе все пещеры, но у нас также доступны все классы, все предметы. Нам даже в события не надо играть, слушайте. Нам и так даже достаточно классов, вот, в всяких пещерах я тут поиграю, также какие-то боссы там попроходил, там уровни, как бы пройденные уже, пройденные. Просто когда вы вот восстановите эту игру, то у вас будет всё пройдено, в том числе все классы у вас будут. Но самое удивительное, самое-пресамое удивительное. Это арена. Давайте-ка зайдём. Смотрите, мы можем тут играть, мы даже можем апнуть кубки, какие-то награды мы можем получить. Ну, это у меня тут что-нибудь, мне даже не нужно. Вклад, а здесь вот, да, вкладок, чисто какое-то знамя нужен. Ну, мне вот так пришлось, ой, захотел вот здесь быть. Давайте посмотрим, какие классы здесь, как только все. Как-то вот пират, это наличный пират, это традиционный пират, и супер пират, тут даже есть пассивки. Есть канонир. Вот обычный канонир. Маленький канонир. Звёздный канонир. И влюблённый канонир. Так, теперь берсек вроде бы. Да, берсек. Элитный берсек. И призрачный берсек. Здесь, да, к сожалению, вот один какой-то класс недоступен, который вот его хотели создать, но чё-то не... Ну, что-то произошло не так. Это вроде... Ой! Капитана. Элитный капитан. Ледяной капитан. И космический капитан. Да, в космическом капитане вот пассивно увеличивает эффект лечения из любых источников на 20%. А здесь вот 50% шанс игнорировать отрицательные эффекты. Морской волк. Элитный морской волк. Рождественский морской волк. И морской волк-провокатор. Кстати, вот в морском волке-провокатор пассивка. Шанс глушить противника 8%. А здесь пассивнее восстанавливает 50-15%. Жен-тот максимальное здоровье, каждый несколько ходов ходит. Два хода, примерно так. Мне вот больше всего... Рождественский морской волк нравится. Особенно рождественский морской волк-провокатор пассивный морской волк. Извините, я случайно так подкашляю. Ой, кстати, пассивную шансу клониться от атаки на 20%. Это жулики. Это элитные жулики. Ой. Звездные жулики. И космические жулики. Принцесса получает на 20% в мемчий урон отроговки противника. Так, стрелки. Элитные стрелки. Ледяные стрелки. Пассивно, 100% в шансе бить не будет во время последнего удара. Здесь тоже какой-то классный доступен. Вот где вот птица со знаком вопроса. Шпионы-провокаторы. Шпионы просто. Это элитные шпионы. Рождественские шпионы и шпионы-провокаторы. Кстати, пассивная способность с шансом 40% накладывает все отрицательные эффекты, действующие на цель на всех врагов. Это просто свинопыты. Это элитные свинопыты. А это свинопыты-страшилища. Пассивно отражает 20% урона на врагов. Охотники за сокровищами. Элитные охотники за сокровищами. И охотники за сокровищами-провокаторы. Пассивный 40% шанс восстановить 20% здоровья, как со входа. Мне вот это вот нравится. Можем также вот эти шпионы посмотреть. Это просто рыцарь. Это элитный рыцарь. Традиционный рыцарь. И супер рыцарь. Пассивный шанс спровоцировать всех противников 50%. Это страж. Это элитный страж. Это рождественский страж. И распродажка геннеза весь месяц из США. Кстати, как-то странно назвали этот класс. Пассивный шанс оглушить противников. Атаку ваших 115. Это... А так, теперь самурай. Это, кстати, мой любимый класс. Это мой любимый класс Нареда. Это элитный самурай. Космический самурай. И самурай-провокатор. Тут еще даже коварство есть. Пассивно наносит 150% урона оглушенным врагам. Здесь звездный мститель есть просто. Это элитный мститель и звездный мститель. Это паладин просто. Ледяной паладин. Элитный паладин. Это тыквенный паладин и ледяной паладин. Пассивный шанс оглушить противников. И... Каменные стражки. Наши уже... Это элитный каменный страж и каменный страж-провокатор. Пассивный увеличивает урон на 15% за каждую путь. Так, я... Так, я же хотел на... Вернуть самурай. Так, ладно. Это красивый. Маг. Элитный маг. Традиционный маг. И... Космический маг. Пассивно наносит 20% бонусного урона, когда здоровье падает ниже 50%. Крутой класс, как бы говоря. Это птица-молния. Элитная птица-молния. И рождественская птица-молния. Пассивно шансы клониться от атаки 20%. Кстати, такой же был. Я считаю, что с этим классом... Это птица-дождь. Но для меня это слабый птица-дождь. А это одержимый птица-дождь. Игнорирует урон сверх 80% от максимального здоровья. Супер-волшебник. Это просто элитный волшебник. И... Рождественский волшебник. 50% шанс игнорировать отрицательные эффекты. И... Супер-волшебник. Пассивно отражает 20% урона на врагов. Птица-гром. Это тоже, кстати, мой любимый класс на Чака. Вот это элитный птица-гром. Звёздный птица-гром. 40% шанс восстановить 20% здоровья в конце входа. И... Птица-гром-провокатор. Увеличивает эффект лечения из любых источников на 20%. И... Конечно же, иллюзионист, который вот многим всем нравится. Иллюзионист. Вот элитный иллюзионист и иллюзионист-провокатор. Что ж, я наверняка уже все классы просмотрел. А мы начинаем. Что-то мы так долго-то начинали. Ну, я сильнее, конечно же. Попробуем победить. О, я начинаю. Да. Так. Что ж. Моя, как бы, любимая тактика. Блин, я забыл поменять обратно просто. Но, кстати, для меня... Это, вот, лучшая идея, как... Чак-то над... Используется, вот... У него же классный, видишь, птица-дождь. И он может в любой момент заморозиться. Ну, как бы, 25% есть шанс, чтобы он заморозиться. То есть, вот, самый вот... Но то, что вот мне бесит этот, это вот временный скачок. Висси, еще при том, на синей троице, что-то мимо написано. О, воскресенье у него кого-то. Эй, Висси, вот, все время во время скачок. Опа, опа. Не знаю, выиграю ли я или нет. О, смогли часа заморозить. О, как было жестко. О, я часа влучил еще. Давайте на флаг 11 тысяч, там, в 700 чем-то было. О, воскрешение, я так и думал. Опять флаг оглушил я. 31 тысяча! Ничего себе. Ох, было мощно. И можем сказать, что я победил. Ссылку на игру, если что, я оставлю в описании. Также видео на само скачивание этого гиперэнгрибордс эпика. Давайте там еще два боя и закончим тогда. Так. Так, давайте-ка просто так сделаем. Пусть чак там заморозится. Прошу-чу. О, чака и мунифект сработал, походу, какой-то. Не знаю. Так, что-то все на наш флаг еще не уходят. Хорош! Был мощно. Очень было мощно. Мы чака заморозили. А что все на мой-то флаг-то? Нечестно. Блин. О, воскрешение, что-то, что-то сработало. Так, давай, бомб. 20 тысяч. Оп. Да надоели своевременность хоть каком-то. Да можем даже хоть так-то запустить. Ладно, да, здесь вот так прям упадет. Их, я победил. Да. Какие-то такие себе награды. Ладно уж, исправим. Нет, не помогу. Вот, сейчас еще раз исправимся. Вы что, прикалываете, что ли? Зачем так надо мной сейчас? Да вы, серьезно? Ну ладно, хотя бы так. Хотя бы такие награды я возьму. Мне вообще эти пятачки свиные мне не нужны уже больше. Если что, просто я этому эпику ставлю вообще 10 из 10. Хотя вообще там миллиард из 10 я даже поставлю. О, тот же самый чувак, который играл со мной на арене, походу. Пусть птички еще заморозят. Пусть хотя бы Чакка, наверное, заморозится у противника. Оп. А вы видите, вот, вот, вот. Вот, вот, как-то, 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 как-то. И еще Чакла даже глухи дополнительно. Так, я здесь чую. Я так и думал, что сейчас противник разума перец ярости. Оп. Так. Ну, вот, просто вот так и сделаем. Пусть хотя бы. На. Блин, почти. Так, мой флаг хочет как-то атаковать. На. На, 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 на. Так, противник выкроет. Усимметрится. Усимметрится. А мы даже сейчас и победим. Нет. Думал, бомб нам еще больше урона, чем я думал. Так, давай, Ред. Уже. Да. Наконец-таки. Ура. Ну, будет одна звезда. Наверняка. Да, я так и знал. кайф кайф как на это смотреть вообще ну что ж ребята на сегодня на этом все всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал если хотите чтобы я опять записал арену то пожалуйста пишите не всем пока